Всем привет! Сегодня я читаю историю подписчицы, мы даем свои комментарии, также она ждет комментарии, конечно, от вас, и она попросила девушку разобрать историю свою. Письмо довольно-таки длинное, так что давайте приступим. Здравствуйте, Галя! Долго сомневалась, писать вам или нет, но все-таки решилась. Мне нужно выговориться, рассказать свою историю тем людям, у которых была история с Турцией, потому что остальные люди меня не поймут. Нужен ваш совет и мнение ваших подписчиков. Мне 29 лет, я из Украины. Три года назад я уже почти два года жила в Турции. У меня были отношения с турком из Измиры. Долгая история, которая не очень хорошо закончилась. Но с тем бывшим остались довольно-таки дружеские отношения. После приезда в Украину я очень скучала по Турции, особенно за Измиром и его закатами, красотой. Но так же я понимала, что я не смогу там жить. Работу по моей профессии там почти невозможно найти, а жить на шее у парня или мужа без дела я просто тоже не могу. Поэтому через два с половиной года я решила поехать в другую страну, чтобы заработать денег для того, чтобы вернуться и попытаться начать свою новую жизнь. Поехала я в Польшу. Поначалу было безумно тяжело. Не могла долго адаптироваться, найти нормальную работу. По вечерам смотрела фотографии с Измира в разных турецких группах. Но со временем все установилось. Я даже нашла себе достойного молодого человека. Все вроде было бы хорошо. Да и Турция, я практически о Турции и забыла. Мне и в Польше на тяжелой работе жизнь казалась лучше, чем в беззаботном Измире. Как-то летом мы поехали отдыхать на Балтийское море. И среди прибрежных кавышек яркими буквами было написано «Измир Кебаб». Не знала я тогда, что это было как знак свыше. Потом буквально в этом же месяце со мной на связь вышла моя турецкая подруга. После длительного разговора она сказала, что у ее парня есть друг, неженатый, очень хороший, достойный, который ищет девушку для серьезных отношений. Он уже видел мои фотографии, я ему очень понравилась. И самое главное, он готов помочь мне с документами для визы, чтобы снять для меня невъезд. У нее был после тех отношений запрет невеста в Турцию. Ну я думаю, что там парень просто каким-то образом, короче, скажем так, отомстил. Есть такой момент, так можно сделать невъезд. На тот момент мои отношения с Поляком не сильно-то хорошо и складывались. Мы постоянно ругались с ним, мне казалось, что он и сам был бы рад со мной расстаться. Турецкого парня звали Ахмед, он курд, не сильно верующий и нетрадиционный. Я тогда поверхностно знала, кто такие курды, и меня это не смущало. Смущало то, что он совершенно не знал английского языка, а я почти не знала турецкий, так как бывший мой парень турок в совершенстве знал английский язык. Что я за месяц могла выучить в Тамере? Да, собственно, общение пошло легко. Он засыпал меня комплиментами, говорил, что с ним я буду очень счастлива, не будет проблем, что скорее приезжала. Подруга моя говорила, что если бы Ахмед не был другом ее парня, она сама не против бы с ним встречаться. Мне, честно говоря, было все равно, я просто очень хотела вернуться в Измир. Ключевой момент, сама-то, собственно, причиной желания. Я очень сильно переживала, так как моя подруга вернулась на месяц обратно к себе в Украину, и мне надо было жить одной с двумя мужчинами. Родители Ахмеда на некоторое время переехали к нему, поэтому он уже как месяц жил в квартире своего друга и моей подруги. То есть подружка, которая ее к себе и пригласила побыть и познакомиться с ним. Пока они ждали меня в аэропорту, его друг, который встречался с моей подругой, познакомился с девушкой из Азербайджана, и мы подвезли ее до гостиницы. Какие только мысли у меня в голове тогда не начались. Я уже не рада была, что приехала. Но как только та девушка вышла, ситуация разрядилась. Мы с помощью его друга, который знал английский, стали потихоньку общаться. По приезду я быстро пошла в душ, легла спать, но уснуть сразу мне было не суждено. Ахмед пришел ко мне со стаканом воды и лег возле меня, обнял и дал понять, что тут он будет спать. Тот вечер так закончился только объятиями, ясен пень, я рядом с ним глаз не сомкнула. Утром меня ждал завтрак. Все время он за мной ухаживал с первого дня и до самого последнего момента. Открывал двери машины, кормил сложечки, море, пляжи, рестораны, все, что захочу. Все те 30 дней он почти не отходил от меня. Джаным, Ашкым, Бетаным и так далее. Все это было постоянно. Мы везде были вместе. Через день после моего приезда он познакомил меня с братом. Через два дня с родителями, которым, как они уверяли, я очень понравилась. А то я, потому что натуральная блондинка, метр семьдесят девять ростом, высшее медобразование, английский, машину водить умею, в Европе жила, за свою семью в общем молчу. Я понимала, что он сильно мной увлекся, и это увлечение также может быстро и закончиться на тот момент. У меня с головы все не выходил бывший парень турок, который как-то узнал про все это и, обозвав меня проституткой, заблокировал. То есть она приехала знакомиться с этим турком, а бывший, который ей когда-то с ней встречался, с которым она пыталась жить, не получилось, сделал ей запрет на въезд, об этом как-то узнал и назвал ее проституткой в соцсетях и заблокировал. Я думаю, что если он запрет этот ставил, что может быть как-то так он это узнал. В принципе, все было замечательно, если бы не одно но, точнее не одно. Мы все это время жили в квартире друга или в его квартире с родителями, которые с дня на день должны были уехать, но так и остались. И на данный момент он все еще там. Я понимаю, что родители всегда на первом месте, как и в Турции, так и в других странах. Ну, нелегко арендовать квартиру, но также и нельзя жить, но это была не самая большая проблема. Мы с подругой выяснили, что пока она была в Украине, ее парень познакомился в интернете с нашей соотечественницей, и они втроем провели целую неделю. И пока я там делала визу, он просил эту девушку найти ему еще кого-нибудь. Думаю, не надо объяснять, какой скандал там был. Подруга вернулась домой, мне бы тоже последовало вернуться, но я утешала себя тем, что это было для меня, что мы только начали общаться. Теперь-то я понимаю, какая я была дура, что сейчас бы он такого, конечно же, не сделал. Моя виза закончилась, и мы решили, что я вернусь в Украину и через 10 дней обратно. Он еще 200 долларов мне дал, я не хотела брать, но он наставил. Я тогда думала, какой же он заботливый. После приезда он еще 5 дней писал. Очень часто обменились фотографиями, родители привет передавали, потом он стал охладевать. Больше первым не писал, не отвечал сразу. Говорил, что очень занят, так как появилась работа, и брат заболел короной, и он занимается его бизнесом. Сказал, как только родители уедут, он меня сразу заберет к себе. У друга жить мы не можем, потому что он страдает за моей подругой, которая ушла. Мое состояние тогда тяжело описать сейчас. Мозгами-то я понимала, что это конец сказки, но душой-то я хотела к нему. Я старалась держать себя в руках, но время шло, а он не хотел меня забирать. И холодел, холодел. Не зная, что он у меня тогда нашло, я захотела проверить его. Сказала, что мне надо срочно к стоматологу, и у меня поломалась карта, и мне нужно срочно 300 долларов. Он ответил, что денег у него нет, и что он занят. А вообще-то деньги 100% у него, конечно, были. Я тогда сильно разозлилась, сказала, что дело было не в деньгах, а в его отношении ко мне, что нам нужно расстаться, и заблокировала его везде. Через время я отошла и написала ему, попросила прощения. Он ответил, что устал от моих фокусов, что у него серьезные проблемы, и вообще он не хочет отношений. Но мы какое-то время еще пообщались, все ждали, когда уедут родители. Я помогла его другу помириться с его девушкой, и он кое-как стал помогать мне. Говорил, что пока не беспокоя его, что там еще папа у него заболел и так далее. Подруга это после приезда нашла в кровати Ахмета женские волосы. Меня это просто разбило до конца. Тогда я не понимала, что турки напрямую не расстаются, и все это тонкости их менталитета. С подругой мы придумали план мести. Она сказала, что вещи заберет мой бывший, который скоро прилетит ко мне. Но получилось еще интереснее. У меня были очень хорошие отношения с моим первым бывшим турком, который, кстати, сделал ей запрет на въезд, и ее заблокировал, назвав нехорошим словом, как могли с ним. Я чуть тут не уловила, но не важно. Не подумайте, ничего такого. Мы долго прожили вместе, я его хорошо знала, он меня еще лучше. Еще я знала про всех его бывших после меня. Мы постоянно поддерживали друг друга, давали советы, созванивались пару раз в год. Виделись, он сразу был против этих отношений, особенно когда узнал, что Ахмед Курт. Не буду писать, что он говорил про все это. Тогда выходит, значит, еще какой-то турок был. Я просто уже запуталась. Напишу, что он купил мне билет, очень поддержал, меня помог прийти в себя и понять некоторые вещи. После того, как мы приехали за остатками вещей, Ахмед был очень злой, заблокировал меня везде, я через два дня вообще привел другую девушку. Я не страдала из-за этого, потому что это выглядело смешно. Он приводил ее только тогда, когда я должна была быть. И по нему было видно, что он ее не любит. Не смотрел он на нее так, как на меня. Но это было только слова подруги моей. Когда я захотела уехать домой, через 20 дней, то попросила подругу остаться у нее на одну ночь, предупредив ее парня заранее и лично в надежде, что в последний раз я увижу Ахмеда. Но он не пришел в ту ночь, но отвез меня на следующий день в аэропорт. Всю дорогу мы ехали молча. Я сильно переживала. В аэропорту на прощание сказала, что люблю его. Он с улыбкой сказал, что тоже. После прошло почти уже месяц, и я вернулась в Украину. Ахмед меня так и не разблокировал. После того случая к другу приходила без своей уже девушки. Говорит, что она боится мою подругу, то есть девушку, с которой я обратно вернулась. Слушай, Санта-Барбара. Я написала ему сообщение с другого номера, чтобы он сказал, что не любит меня, чтобы я была свободна. Идиотизм, согласна. Он ничего не ответил и опять меня заблокировал. Подруга таки рассталась с другом Ахмеда. И у меня почти готова виза в Чехию. Через пару недель уезжаю. Мой бывший познакомил меня с мужчиной. Сказал, что если вдруг захочу обратно в Турцию, так хотя бы приеду к приличному мужику. Я с ним общаюсь, но без особых надежд. Мне очень стыдно за свое поведение. Сама от себя такого не ожидала. Но это долгий разговор. Еще я поняла, что Измир – это моя настоящая любовь. Но мы никогда не будем вместе. Знаете, в чем эта история хороша? Не ошибками, которые наделала девушка, что она там что-то понимает теперь, а тем, что она делает выводы. И выводы. Мне стыдно. Такие фразы за свое поведение. Или там пометочки. Да, это было глупо, глупо поступать. И так далее. Она рационально дает свою какую-то оценку ситуации, что она пережила свой опыт. Я не хочу ковыряться в причинах. В истории это были, правильно сказать, совет, мнение подписчиков. Но совета самого вопроса я не услышала к себе. Что мне делать или что? Я этого не услышала в письме. Но что я могу сказать как психолог? Почему? Что, почему триггетнуло так? Что произошло вообще? Может быть, скорее всего, девушка изначально того парня тоже не любила. На самом деле она хотела переехать просто в другое место. Поэтому она потом поехала в Польшу. Она была в поиске себя, в поиске жизни, в поиске изменения своей жизни. Она хотела потерять вот эту зону комфорта и попробовать себя в чем-то новом. Попытка не удалась. Она вернулась потом домой и поехала в другую страну, в Польшу. Если бы она осталась дома, это была другая история. Поэтому вот эти поиски себя дают мне такую возможность так рассуждать. Там же она четко сама написала. Это прекрасно понимает. Из мир моя любовь. Мне хотелось в Турцию. Ей понравилось в этом городе, но в силу обстоятельств работы и траля-ля, она не может там нормально существовать. Она не может там найти работу в силу ее сферы деятельности какой-то. Хотя она медик, кстати. Вы могли бы, кстати, в Турции очень хорошо работать в какой-нибудь частной клинике. Просто вам нужно, конечно, получить, ввести диплом или подтвердить. Все равно надо будет переучиться. Все годы, там 2-3 года где-то переучиться. Я точно не помню. И начинать сначала с малого медперсонала и там выше. То есть, в принципе, работа медик, она очень перспективная в Турции. Можно заработать хорошие деньги, поверьте мне. Это прям вы зря так на секрет ставите. И это просто типичный, скажем так, девушка за своей целью шла определенно решать свои проблемы. Не мужчина ей нужен был. Вот этот Курт, ну честно скажу, не скажу, что вы там с какого-то обмана начали, но у вас была другая цель. А это типичный бабник, который красиво просто рассказывал, вы захотели поверить, но у него тоже свои цели были. Это как бы получилась встреча двух людей, которые в чем-то друг друга обманывали. И вообще это очень странные такие отношения. И с другом вот это сожительство. Девушка его на изменах там ловила вся вот эта история. Она к нему возвращалась. Не надо было ничего возвращаться, не надо было их мирить. Этот клубок вообще разматывать, лезть туда. Два чувака живут сейчас, которым в кайф. Они, скажем так, водят баб к себе домой, развлекаются, крутят шуры-муры, отдыхают своей жизнью. Каждый знает о целях друг дружки, своего друга. Приводят женщин к себе домой. Это типичная такая, знаете, мужская общага. Они, скажем так, от баб своих отстегнулись. Тот с девушкой своей расстался, потому что она поймала все-таки его, потому что он бабник. Этот вас бартанул в итоге. У них они не созревшие вообще. Не для семьи, не для чего этого. А то, что он знакомил, ну да, некрасиво получилось, стрёмненько как-то. Ну, он пошел, скажем так, по легкому пути. И я имею в виду, что знакомство с родителями открывало ему очень большие карты с вами. Все, что вы легли в постели и все такое прочее. Получайте свои удовольствия от жизни. Я уверена, много кого, наверное, с ними знакомят. Вы там не первая, не последняя далеко. Это просто воспитание их семьи. Это гнилая семейка, скажем так. Родители, которые позволяют сыну так делать, поступать. Обычно в Турции в таких семьях родители говорят, так, дружок, ты будешь с нами и так гуляй, тусуйся, пожалуйста, чтобы потом нашел жену, с которой не будешь разводиться на погулянки всякие. Пожалуйста, делай, что хочешь. Просто с нами девочек своих не знаком. Приведешь знакомить ту, на которой ты будешь жениться. Вот правильно культурно воспитанные родители у таких гулящих детей ведут себя в Турцию вот таким образом. Но, к сожалению, не все так поступают. Очень многие вообще так, ах, ну что, погуляй, да это нормально. Да вот, может, папа такой же будет. И вся эта история от родителей идет. То есть у них в семье вот так заложено. Вот такой мужик вам попался. Я одну вам хочу сказать, что не надо наступать на те же грабли. Ваша проблема в том, что вы сейчас готовы все равно наступить на них. Я общаюсь с мужчиной уже с новым, который мне не очень нравится, но он хотя бы типа там приличный, чтобы... Короче, не надо ставить свою жизнь, страдать, ставить свою жизнь на кон, свою судьбу и так далее, чтобы просто приехать в Турцию, пожить в Измир. Я вам говорю, реально, у вас хорошая, перспективная, может быть, работа в Турции. Переезжайте своими силами. Реально вам это советую. Мужики вам для этого не нужны. Просто разменивать себя эмоционально и вести себя, ну, скажем так, заведомо обманывая кого-то, обещая, типа, любовь и любви у тебя нет, он тебе нафиг не нужен. Ну, допустим, хороший, приличный мужик, как дружба ваша, да, бывший, рассуждает. Ну, полюбит он вас. Ну, вы это любить не будете. Ну, вы можете притереться, уважение какое-то появится, хороший человек. Но это не любовь и страсть. Даже вы с такого замуж выйдете. Это же что, счастливая жизнь, что ли, получается? Нет. И вы всегда будете думать о том, что я с ним изначально познакомилась и на него рассчитывала как средство передвижения моё, чтобы я переехала в Турцию в Измерчастность. Я вам пожелаю, что пойдёте, что вы от жизни хотите. Проблема-то в этом. И если вам так нравится Турция, переезжайте своими силами, постарайтесь. Идите, не бойтесь работы, как вот малый медицинский персонал. Год-два можно поработать, набираться опыта, параллельно учатся. Кто как делает, да, девочки приезжают, они, кто медиками, да, хочет быть. Они переучиваются, там, 2-3 года где-то учатся, параллельно работают. Да, маленькая зарплата, но, в принципе, существовать на это можно. Плюс ещё у вас нет много растрат, потому что вы на учёбе и на работе. У вас нет времени, да, конечно, на личную жизнь. Но вам сейчас пока, сколько там, 29 лет сейчас, у вас самое время сейчас вот в этот последний вагончик запрыгнуть, а не после 30 этим заниматься. Когда у вас, может быть, у мужа дети, вы этим уже заниматься не будете. А здесь вы можете себя сами хорошо будете потом обеспечить, подтвердить свой диплом, вообще классно работать. И вот тогда вы себе найдёте реального, хорошего, достойного мужика на уровне. Потому что в Турции замуж можно выходить. Мужчины, я имею в виду, есть свободные, в 35-36 лет не были женаты, без детей. Тут есть выбор таких мужчин, которые состоялись к этому возрасту, с хороших семей, которые готовы жениться. А вы перебираете мелочь всякую, скажем так, которые несерьёзные, легкомысленные, потому что они в вас видят, вот этот легкомысленный настрой, потому что они тоже не дураки, они понимают, что вы их используете как средство передвижения, закрытие своих каких-то потребностей. Чтобы достойного мужика такого встретить, хорошего, надёжного, семейного, как говорит ваш друг, приличного, и любить, вам нужно тоже себя здесь в Турции что-то представлять в этом плане. Потому что вот эта рулетка определённая, типа надёжного, хорошего мужика, вам кто-то с ним познакомит, когда знакомят, это вообще хорошо, да? Но не факт, что у вас ёкнет сердце и так далее. А вы тут поживёте в менталитет, окунётесь, язык выучите, вообще поймёте, вам это надо, такие мужики, или нет? Тут тоже свои всякие подводные камни есть. А свой бриллиантик-то найти не так уж что-то просто. Девочки, пишите свои комментарии к этому видео. Я всегда оставляю свою почту под видео в инфобоксе. Разворачивайте инфобокс, смотрите. Ставьте лайки этому видео, я буду очень признательна. Оставляйте ваши комментарии. И на почту вы можете присылать свои такие анонимные истории для разбора, либо записываться ко мне на консультации в скайпе. Скоро увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok